Добрый вечер дорогие телезрители, пятница 20.40 в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которая сегодня озаботилась очень и очень важной, по моему мнению, не только по моему мнению, темой. Давайте начнем с того, что 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья и на следующий день, 8 апреля, в первое воскресенье апреля, отмечается Республиканский день отцов, который был учрежден энное количество лет тому назад и был призван обратить внимание на такие аспекты, как снижение роли отцов в воспитании и многое другое. В том числе и на факторы здоровья. Я никогда не скрывал, что я довольно сексистски отношусь ко всему. Я склонен считать, что в нынешнее время, время ежедневных стрессов, не только, мужчины мрут. Мрут, как мухи. При этом идет подмена определенной понятий. То есть раньше, если мы говорили сильный пол именно про мужчин, то сейчас вполне, скажем так, и основываясь на каких-то определенных медицинских показателях, можно говорить о том, что женщины не умирают так часто от инфаркта. Они могут переносить сложнейшие хирургические операции без обезболивания. Они живут дольше. И кто сейчас является сильным полом? Ну давайте прикладной такой аспект. Я работаю еще и в строительстве. 80% проектов, связанных со строительством, с ремонтом, с отделкой жилища, которое изначально было прерогативой мужчин, сейчас ведут, извиняюсь, женщины. Что же такое творится-то в нашем мире, что очень актуальным становится, вот вроде бы киношный лозунг, но он обретает второе дыхание. Берегите мужчин. Стоит ли нас беречь и на чем основывается... Алена Михайловна, давайте мы начнем с вашего мероприятия. В эти дни в республике проходит республиканский форум, да? Да, вы, Дмитрий, абсолютно верно подметили, что действительно это очень актуальная тема здоровья мужчин. И вот этот ваш лозунг «Берегите мужчин» он как никогда сейчас на данный момент очень актуален. Ну начну с того, что действительно продолжительность жизни при рождении на данный момент сейчас это составляет 71,6 лет в России. И мужчин 66 лет, женщин 77. То есть гендерный разрыв составляет более 10 лет. Ну с чем это связано? Хочу сразу сказать, что в целом, конечно, смертность мужчин по сравнению со смертностью женщин, общая, так скажем, да, она где-то порядка полтора процента разница. И здесь причинами основными являются, впрочем, как и, ну, в целом, да, для населения это сердечно-сосудистые заболевания, онкологии, внешние причины. А если мы обратимся к трудоспособному населению, здесь уже как бы вырисовывается несколько другая картина. Получается, что смертность мужчин здесь на первом месте это внешние причины, второе место это сердечно-сосудистые заболевания, третье место это онкология. Внешние причины это, грубо говоря, убили, да? Да, в том числе... В том числе и кирпич упал, и кто-то ножом ударил, и так далее. Да, в том числе и действительно эти причины. Здесь, конечно, и дорожно-транспортные происшествия. Ну вот не надо про дорожно-транспортные... Я говорю в том числе. Да, я считаю. В том числе, в том числе. Значит, и когда, значит, ну все мы знаем, что сейчас идут большие национальные проекты. Есть такой проект, национальный проект «Демография», где одним из показателей является смертность мужчин трудоспособного возраста и смертность женщин трудоспособного возраста. Ну, как бы нам государство же не зря говорит, что обратите внимание, да, на, так скажем, эту часть населения. И, как сказал нам Владимир Владимирович, да, к 24-му году, к 30-му году мы должны войти в клуб плюс 80. Конечно, какие мы должны мероприятия проводить, что мы должны для этого делать. Ну, мы считаем, и мы абсолютно согласны со всеми, так скажем, учеными, значит, медицинскими, медицинской, как бы, сообществом, что проблема именно в смертности трудоспособного возраста мужчин. И здесь, конечно, нужно предпринять очень прям колоссальные меры всем обществом. Я лично за то, чтобы и везде призываю к тому, что это не только причина и вообще проблема здравоохранения на самом деле. Это проблема именно межведомственного взаимодействия. Только все вместе сообща мы можем, так скажем, ну, над этой проблемой как-то поработать. Давайте вот от этих галочек, скажем так, планов роста в 30-м году и так далее отойдем. Вроде бы страна не находится в состоянии войны. И тем не менее, вот вы говорите, внешняя причина, это является основной причиной вымирания мужского рода. Просто приведу факт. Если в Сирии погибают там военнослужащие, ну, буквально каждый случай у нас под микроскопом рассматриваются всеми СМИ и так далее, кто был откуда и так далее. Ну, да, страна участвует в каком-то конфликте, но те, скажем так, единицы, которые там погибают, они не несут такого. Ну, остается догадываться только об одном. Либо это драка при пьяни. Либо это, опять же, напился, закурил сигарету, забыл потушить и сгорел вместе с домом. Там кирпич упал на стройке. Ну, тоже, в принципе, вот какие-то вещи получаются. Ну, чтобы приравнять, получается, что женщин нужно там спаивать или как? Или наоборот поднимать вот это вот, чтобы меньше пили. Я-то склонен ко второму, чтобы меньше пили, меньше курили и меньше шастали постройкам. Но, опять же, станет же тогда строительная вся отрасль. Ну, опять же, скажу, что вы абсолютно правы, потому что все-таки причиной, наверное, в 60% сердечно-сосудистых, в том числе заболеваний, это, конечно, вредные привычки, о которых вы уже сказали. Это, естественно, прежде всего, курение, это злоупотребление алкогольными напитками, абсолютно правильно. Это низкая физическая активность. Ну, и, естественно, не можем не говорить о питании, о правильном питании. Ну, и вообще хочу сказать, что, к сожалению, наших мужчин очень сложно привезти в поликлинику. Мужчину? Да. У нас мужчины по каким поводам ходят в поликлинику? Я скажу, я скажу. Получить права. Вот, вот, да. Они там проходят очень, я не побоюсь этого слова, коррумпированную цепочку нарколог-психиатра. Я не буду говорить, что это прямая коррупция, но просто заплатить, получить справку, оттащить ее куда надо. Вот основная цепочка. То же самое при получении разрешения на оружие. То же самое. Ну и все. А теперь смотрим, диспансеризация женщин, да, в обязательном порядке раз в год проходит скрининг, скажем так, да. У мужчины этого нет. Ну, согласитесь, коллега, что нет. Не заставишь же, сходи как это, королок. Да, правильно сказали, что на самом деле мужчине очень трудно, скажем, отправить в поликлинику, так скажем, да, он своим. Самостоятельно он туда не пойдет, на самом деле. Даже он, как бы, если он сильно заболеет, но тем не менее, как правило, обычно мужчины приходят с женами. Ну вот, скажем, я вот работаю в поликлинике, да, и работаю в отделении урологии, соответственно, мы это все видим. И мужчина, как правило, ходит именно по настоянию жены. Вот, поэтому все-таки, может быть, этим связано то, что мужчина, как бы, не обращается за своим состоянием здоровья. Значит, женщины в этом плане более, скажем, организованы. Значит, есть, скажем, в поликлиниках женские консультации, например, да, то есть это, как бы, уже организация уже поставленная. То есть, поэтому они, вот, как бы, ходят. У меня есть гипотеза. У меня есть гипотеза. Давайте начнем с лет 4-6-11, да. Ну, мальчик приходит в детскую поликлинику. Педиатр там кто? Женщина. Ну, как правило, женщина. Как, не как правило? Эпоха матриархата. 110 процентов, 200 процентов, да. То есть, если я откачусь назад в детство, ну, у меня какие-то механизмы, там, скажем так, стеснения, и всего прочего, начинают уже проявляться. Согласитесь? И в дальнейшем все вот это отношение я транслирую на всех врачей. Включая и... Ну, в том числе, да. Стереотип формируется, да. Скажем, уже вот с такого возраста, что вот я пойду к доктору, а там будет сидеть женщина. Соответственно, они понимают, что пойдут к урологу, а там будет сидеть женщина. Да, у нас есть женщины урологи, соответственно. Ну, на самом деле, это, как бы, не основная причина. Значит, допустим, врачи-урологов, да, вот у нас по якутску их очень мало. Значит, соответственно, попасть к урологу, скажем, достаточно имеет определенные, скажем, такие трудности. Поэтому, может быть, это, скажем, играет роль. Может быть, соответственно, то, что вы говорите там, вот, уже с такого возраста уже формируются стереотипы, тоже играет роль. Ну, и, соответственно, играет роль, допустим, мужчины, они, как бы, по сути-то, я вот еще раз говорю, малоорганизованные, скажем, да, вот. Соответственно, может быть, это тоже влияет. Вот, ну и, допустим, вот вопрос, да, как, вот, скажем, как поднять... Посещаемость. Да, посещаемость, значит, поликлиники, как поднять, скажем, выживаемость, среднюю продолжительность, скажем, возраст мужского населения. Значит, тут, конечно, вот у нас есть, скажем, такие вот программы, скажем, да, вот мужское здоровье, скажем, да. У нас с прошлого, позапрошлого года наше правительство России начало активно уделять внимание мужскому здоровью. Значит, формируется определенная, скажем, программа работы, значит, ну, тут опять же имеются такие вот моменты, скажем, вот, не только, скажем, врач-уролог этим должен заниматься. Значит, есть такая, скажем, субклиническая специализация, как андролог. Это вот более мужской, скажем, врач, да. Это аналог гинеколога, да? Ну, аналог гинеколога, можно сказать. Есть уролог, который, скажем, ну, уролог может и женщин принимать, так скажем, да, там и почки, и мочевой пузырь, да. А вот, допустим, у андролога там уже более узкая, там чисто конкретно именно вот и продуктивная система. Вот, может быть, это тоже влияет, скажем, да, у мало андрологов, скажем, соответственно, тоже влияет какую-то определенную роль. Надо поднять количество андрологов, то есть побольше сделать, значит, люди не знают, что такое андролог, да, вот, допустим, большинство населения, они не знают, что такое андролог. Уролог еще слышат, да, вот, какие-то есть, скажем, такие моменты, а вот андролога никто не знает. Соответственно, может быть, тоже население не знает об этом, тоже, как бы, это влияет определенную роль, чтобы для посещения мужчин. Я скажу, на андролога они, наверное, транслируют отношения как к генерологам, да, то есть, если что случается, скажем так, в интимной сфере, надо посещать андролога. Ну, на самом деле, мы продолжим, продолжим наш разговор во втором блоке, именно с разницей уролога от андролога, да, немножко остановимся, дадим слово коллеге более четко объяснить, в чем разница между урологом, камни в почках никто не отменял, да, никто не отменял от андролога. И сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, мы вернемся, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Идет дифференциацию вот по урологу и по андрологу. Все-таки я еще раз говорю, что мое мнение такое, доводить до того, чтобы камни в почках там прошли в какие-либо протоки, вот этого доводить не надо. Знаю я одного своего коллегу, очень известного журналиста, который Новый год встречал в Житайской больнице, да, вот с этим. Но криков, сказать, что криков было много, это ничего не сказать. Не проще ли не доводить просто до такого состояния и время от времени, скажем так, устраивать себе плановый осмотр? Конечно, надо ежегодно обращаться, надо ежегодно проверяться. Значит, на самом деле у нас сейчас в политиниках, скажем, да, имеются все оборудования, которые это все можно проверить. УЗИ почки это обязательно, значит, ежегодно это УЗИ мочевого пузыря, это, значит, общий анализ за мочи, общий анализ за крови, биохимии, крови. Это, как бы, как отчет нас, наш, значит, каждый мужчина должен это все проверяться. Кроме того, значит, если мужчина в возрасте, там, 50 и более лет, он должен сдавать ежегодно анализ ПСА, значит, это диагностика, то есть выявляемость рака простаты. Все мы знаем, что рак простаты, он занимает где-то около третье место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин. То есть это довольно-таки распространено заболевание. Значит, поэтому ПСА, это, скажем, одна из самых-таки более простых методов диагностики для определения выявляемости рака простаты. Значит, поэтому мужчины, они должны не бояться посещать врача-уролога, значит, они должны не бояться проходить обследование. Я понимаю, что нет времени, значит, да, заняты. Охота, работа и прочее. Но, тем не менее, значит, раз в год это, как бы, обязательно процедуры, процедуры они должны пройти. Вы сказали, что вас очень мало, да, ну, в смысле андрологов. А почему, почему не готовят дополнительные кадры? Скажем, чтобы каждый ЦРБ был хотя бы. Ну, это, видите, это такая вот узкая специализация, скажем, да, которого, скажем, как бы, ну, вообще, скажем, в России... Дело личное, да? Да, в России она, как бы, особо, скажем, не ярко, так скажем, выраженная профессия, скажем, но она, допустим, как радиологи, да, как неврологи, они, как бы, их много, но именно вот андрологов она как-то, таком, скажем, как сказать... Непопулярно. Непопулярно, да. Но, тем не менее, она имеет такую, скажем, определенную роль. Скорее всего, здесь это дело будущего, потому что профи специалистов на сегодняшний момент меняется. Да, база остается, терапевт, который должен заниматься, но в связи с постарением населения, такие специалисты, как гинеколог, который занимается постарением женщин, андролог, который занимается репродуктивными функциями, в том числе у стареющих мужчин, они будут все более и более востребованы. И эти специальности, они будут больше знать, к ним будут больше ходить. Это дело будущее. И наша задача сейчас как раз рассказывать о таких возможностях нашим мужчинам, чтобы они могли прийти, чтобы они знали, к кому прийти, чтобы они знали, зачем они идут и для чего. А для этого как раз нам нужно достаточно много заниматься так называемой воспитательной работой с мужчинами. Мужчины же как дети, их нужно воспитывать с маленьких лет и фактически до поздних лет. Почему? Потому что очень много сейчас говорится о том, что мы должны готовиться к конечным этапам своей жизни. Как мы проведем ранние годы, как мы себя поведем в средние годы, так мы будем заканчивать свою старость. И вот сейчас как раз достаточно много меняется, в том числе за рубежом, скорее всего к нам придут, востребованы как раз новые специальности. Это врачи персонализированной медицины, которые занимаются изучением именно персональных особенностей у человека. Сейчас уже очень становится популярно иметь свой генетический паспорт. И желательно это в первую очередь иметь не женщинам даже, а мужчинам. Почему? Потому что это есть возможность такая же и у нас уже в городе Якутске, в республике есть у нас центр персонализированной медицины, который может определить генетическую предрасположенность к артериальной гипертонии у молодых, который может определить предрасположенность к раку, особенно у курящих. Которая может, ну, это уже касается женщин, предрасположенность к раку молочной железы. Более того, мы уже можем сейчас определить чувствительность к разным препаратам. И особенно это, кстати, у мужчин. Вот Александр Яковлев напротив сидит, в жиле они активно пользуются этими технологиями. Потому что мы уже знаем, например, среди якутов, среди мужчин, высокая чувствительность к препаратам определенным. И дозы, которые назначаются в европейской части России, они нам не подходят. Их нужно уменьшать как минимум в полтора, даже в два раза, особенно у пожилых. И вот такие возможности у нас уже в республике есть. Но, к сожалению, мало о них знают. Мало еще того знать, надо этих мужчин, в том числе мальчиков, подростков, мужчин, стариков побуждать заботиться о своем здоровье, проходить ежегодные элементарные исследования. Даже по элементарным исследованиям, например, артериальное давление, холестерин, даже индекс массы тела уже о многом может сказать. Предположим, если у тебя ожирение, ты уже должен знать в молодом возрасте, в подростковом периоде, в молодом возрасте, что у тебя уже, извините, через какое-то время будет гипертония, метаболический синдром, разовьется атеросклероз практически всех сосудов. Если ты измеряешь силу, например, динамометрии, мышечное нажатие, и ты видишь, что у тебя гораздо уже хуже с этим, это первый признак старения. И оно может быть и в 40 лет у некоторых мужчин, может быть и в 35, и в 45. Это как раз один из первых признаков, что нужно уже заняться собой. Это первый звоночек. Но, к сожалению, вот сейчас наша, я считаю, задача как раз мотивировать, в том числе и в первую очередь наших мужчин, детей, подростков, на то, чтобы не забывать про свое здоровье, заниматься им и ответственно к нему относиться. А уже потом, конечно, привычки и прочее. Все это исходит от воспитания. Кстати, вот вы говорили, кто виноват, слабый или полный. С биологической точки зрения мужчины слабый пол. С биологической? С биологической точки зрения. Геронтолог подтверждает мои самые худшие подозрения, да? Почему? Потому что у женщин две хромосомы, одна из них запасная. Недавно, кстати, вышла статья о том, что именно в хромосомах заложены все основные защищающие нас гены. А в играх хромосомы, к сожалению, нет. Там проводили достаточно такие большие эксперименты с приматами и тем прочим, и доказали, что именно хромосома защищает женщин от разных вредных факторов. Ну, звоночков на самом деле очень много, да? Это и невозможность, как раньше, пробежать там два-три пролета по лестнице на одном дыхании. Это и одышка при появлении, скажем, тех же физических упражнений. В моем случае, понимаете, раньше я садился в седан нормально. Машина-седан, то есть это невысокая машина. Просто садишь, падаешь, потом так же легко встаешь. Сейчас я не могу этого сделать, я не знаю. Ну, вот как раз я об этом и говорю. Когда звенят эти звоночки, надо бежать. А у нас даже звенят колокола, к сожалению, и мы отмахиваемся рукой и говорим, ну ладно. И даже не задумываемся. Не то, что мы даже там слышим эти колокола. Мы, к сожалению, очень многие из нас, особенно мужчины, не слышат и не хотят слышать. Ну, звон колокольчиков, скажем так, применительные коллеги, многие слышат и обращаются. Но когда уже, скажем так, петух уже клюнул, да? Мое мнение такое, что, еще раз говорю, лучше не доводить. Но попробуйте мяшить 25-летнему в том, что, скажем так, через 20 лет у тебя наступят определенные проблемы. Такого плана, такого плана и такого плана, которые в конечном счете могут тебя привести к ранней смерти. Попробуйте. Он скажет, да иди ты. Ну, вы знаете, не могу прям совсем с вами согласиться, да, потому что считаю, что вот сейчас, в принципе, наступают неплохие времена. И на самом деле тренды, так скажем, да, общие, они меняются. Все-таки, и я очень надеюсь, что тренд на, так скажем, моду на здоровье, оно, естественно, будет. И мы сейчас как бы активно как раз стараемся заниматься именно вот с этой категорией населения, с молодежью, с детьми, для того, чтобы прививать эти, как бы, ну, правильные, так скажем, привычки, да? И мне кажется, что вот это как бы нынешнее направление. И, конечно, времена же не как бы меняются, привычки меняются. Вот сейчас даже, когда мы разрабатываем различные, к примеру, там, коммуникационные какие-то компании, мероприятия, да, мы уже думаем над тем, как же нам привлечь внимание молодых людей, да? Сейчас просто уже люди же все как бы в интернете, в инстаграм, и там в различных социальных сетях, где мы, ну, как бы, стараемся дать какую-то информацию, как все-таки сберечь свое здоровье. Но все-таки вот то, о чем мы пытаемся сказать сегодня, да, то, ну, какие-то элементарные вещи, это знание своего артериального давления, это знание своего уровня холестерина, сахара, это уже действительно будет большое дело, как говорится, если каждый мужчина любого возраста об этом будет знать. Ну, конечно, если это касается, там, каких-то запущенных случаев, конечно, тут уже нужно, наверное, там, обращаться в больницу, да? Бывает такое, что коневод, который с отдаленного участка и так далее, 68 лет впервые, там, задумывается и так далее, потом обращается к врачам, и зачастую бывает уже поздно в чем-либо помогать, да, зачастую. Но насчет трендов, которые, Алена Михайловна, вы упомянули, я скажу, что да, время нам подсказывает просто. Вот давайте откроем любой смартфон, да, любое приложение, которое заставляет нас двигаться. Вот это, я думаю, это нейтрализация вот того вредного фактора, который вот эта вот поза наносит. И не только вот это, еще вот это, да? Отслеживание пульса, отслеживание каких-то нагрузок, которые... Мониторинг, так называемый. Да, мониторинг. Это же супер. Вот у нас появляется у каждого особенно, я не знаю, женщина, как пользуетесь вы или нет, но я лично активно, там, допустим, 10 тысяч шагов в день, это для меня это минимум, тот минимум, который я должен сделать. Или там, отследить, чтобы пульс утром и вечером был более-менее стабильный, тоже. Ну, это вот похвально, конечно, Дмитрий, что вы этим занимаетесь. Но многие ли из вашего окружения... Вот это действительно, с Аленой Михайловной соглашусь, действительно такой тренд становится. Но хотелось бы, чтобы этот тренд был уже устойчивой такой тенденцией. Это чтобы была культура здоровья, культура ответственного отношения к своему здоровью, к здоровью своих детей. И во многом это как раз зависит тоже в том числе и от наших мужчин. Есть такие у нас сейчас возможности, и очень много. Персонально следить за давлением, персонально следить за своими различными показателями. Для этого есть и мобильные проложения. Для этого есть и возможности прийти в ту же поликлинику, еще раз говорю, вплоть узнать до генетических своих предрасположенностей. Но самое главное, еще раз повторюсь, это биология. А биология у мужчин немножко другая. Она слабее, как сказала Ольга Викторовна. Еще плюс, тут еще есть такой тезис, во всем виноват тестостерон у мужчин. Это тоже же биология. И вот нам надо это учитывать. У женщин одно, у них и хранительная функция. У мужчин тестостерон совсем о другом говорит. И нам здесь с вами то же самое нужно, в том числе и врачам, и общественности, и мамам, и бабушкам, эти факторы все учитывать. Я скажу, что Ольга Викторовна это единственный доктор, который изучает особенности старения организма. И поэтому в третьем блоке мы немножко коснемся вот этих аспектов геронтологии. А пока мы опять же проживаемся на рекламную паузу, и у нас впереди еще самая такая основная угроза. Это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Увидимся после рекламы. И завершающий блок нашего разговора мы наконец-то поговорим о тех мероприятиях, которые вот Центр медицинской профилактики под эгидой проводится. Это Республиканский форум мужского здоровья. Но вначале я бы все-таки хотел к Руслану адресовать. Мы же позиционируем медицинские услуги. Меня всегда перекашивало от этого медицинские услуги. Не помощь медицинская, а какие-то услуги. Ну ладно, если это услуги, если во многом, скажем так, в том числе и такого уролога андрологического сексологического плана, они все платные. Я скажу, что некоторые урологи, они озолотились, ездят на дорогих машинах, хорошие и так далее. Почему мы не видим валом такой в инстаграмах, в тех же соцсетях и так далее, такие очень эффектно-эффективные в плане зазыва, да, картинки там. Начались проблемы там и так далее, береги честь молоду и все прочее. Почему у нас такой, как бы, стыдливо? Где ширмачка и так далее? Пару слов. Так, ну, насчет инстаграма, конечно, тут инстаграм-то это насчетное оружие, так скажем, да, оружие, скажем, массового поражения. Значит, тут можно и рекламу пустить, и тут можно и не рекламу пустить. Поэтому тут надо очень аккуратно, понимаете? То есть, если будет какой-то созыв, скажем, да, то есть, это должно уже на уровне организации, скажем, идти. То есть, не от себя я должен это все информировать, скажем, да, это на уровне организации, там, той же и республиканской больницы, да, там, тот же Центр профилактики, скажем, да. Это все должно быть для населения. То есть, это должны специальные люди, специально обученные, скажем, как сказать, там. — Персонал. — Персонал, да, который занимается именно вот такими, скажем, профилактическими мероприятиями. Вот тогда, да, тогда, соответственно, народ будет знать, народ будет видеть, ну и, соответственно, это может повлиять именно на посещаемость именно мужчин к урологу, либо к андрологу. — Вот. Соответственно, на фоне этого, возможно, у нас будет, скажем, то, что мы сейчас говорим, то, что мужской, скажем, продолжительность жизни мужчины 65 лет, 67 лет, значит, может быть, на самом деле, под влиянием этого же инстаграма, значит, люди все будут уже информированы об этом, и, соответственно, может, это тоже какой-то определенный процент нам даст. Поэтому надо работать над этим. — Поскольку мы говорим все-таки о мужском здоровье, ну, из вот этих тех зол, которые несут нам время, труд тяжелый и влияние женщин, проблемы вот андрологического плана я бы поставил все-таки на первую очередь. Ну, потому что, еще раз говорю, это является основным индикатором. То есть, в первую очередь, там, ну, ладно, там одышка, да, но человек может и... там может быть куча, скажем так, причин, но если появляются проблемы, которые приходится решать вам и вашим коллегам, то это уже все однозначно. — Ну, нужно заняться собой, нужно пить какие-то препараты, там, и так далее. Но палка о двух концах. О двух концах. Давайте вообще поговорим о том, что вот почему все направления работы с общественным мнением у работников здравоохранения, они сводятся к самбюллетню. Туберкулез, там, враг номер один, там. Пять признаков отличить хондроз от артрита. — Ну, знаете, Дмитрий, на самом деле ничего плохого в самбюллетнях нет. Я считаю, что... — Я их просто читаю только в медицинском учреждении. Только. — Хорошо, пусть читают в медицинском учреждении, прочитают раз в медицинском учреждении, потом прочитают в Инстаграм. Возможно, в WhatsApp прочитают, в Facebook или в других там социальных сетях. На самом деле, в принципе, мы уже с вами вот как раз стали говорить о том, значит, о тех мероприятиях, которые они и ранее проводились. Сейчас этому уделяется особое внимание. Это так называемая информационно-коммуникационная кампания, цель которой — это информирование населения о факторах риска развития неинфекционных хронических заболеваний. Ну, может, немножко я, конечно, тяжеловато сказала, но тем не менее, мы должны об этом знать. И как раз-таки 60% этих неинфекционных хронических заболеваний, такие как сахарный диабет и инсульт, о которых мы уже говорили, на самом деле инфаркты, они являются основной причиной смертности. Поэтому, значит, в этом году Министерство здравоохранения, Республиканский центр медицинской профилактики при поддержке Северо-Восточного федерального университета все вместе мы проводим первый форум медицинских работников и общественности, подчеркиваю, общественности, «Мужское здоровье и долголетие на Севере». Нашим форумом мы хотим привлечь внимание нашего общества к этим проблемам, которые мы сегодня, мне кажется, очень подробно осветили и поговорили об этом. И, значит, на этом форуме, этот форум будет проходить 9-10 апреля этого года. Действительно, это будет проходить в рамках Всемирного дня здоровья, который 7 апреля, это будет проходить в рамках Республиканского дня отцов. И, значит, два дня мероприятия я очень надеюсь, что посетят не только, конечно, медицинские работники, но и просто население. Мы, в принципе, всех приглашаем. Первый день, значит, у нас будут проводиться мастер-классы для, значит, школьников. Это будут проводить наши партнеры с прошлого года. Это, значит, волонтеры-медики. Это очень хорошие ребята, которые очень интересно в форме квест-игр, значит, доносят основы здорового образа жизни до наших детей. Это, значит, будет проводиться... Это образовательные учреждения? Да, это будет в образовательных учреждениях. И в учреждениях, значит, в СУЗах это будет проводиться. Ну, пока планируется там 6-7 СУЗов, с которыми мы сейчас уже отрабатываем, так скажем, это мероприятие. Также мы выйдем, значит, наши психиатры и наркологи выйдут, значит, с круглым столом и семинаром по... Вот о той проблеме, одной из проблем, да, после, как снять стресс, значит, они выйдут к нашим представителям правоохранительных органов. Значит, также 9-го числа будет проводиться основное мероприятие, это пленарное заседание, где мы будем с высоких трибун об этом говорить тоже. И 10-го числа будут проводиться круглые столы, это три круглых стола, которых мы, так скажем, разделили, можно сказать, в принципе, и, так скажем, по возрасту. Первый круглый стол, это, значит, мужское здоровье и детство-юность, значит, там полностью будут освещаться проблемы детства и, там, подросткового возраста, призывного возраста. Значит, мужское здоровье, второе, значит, круглый стол, это мужское здоровье и долголетие, это как раз прерогатива Ольги Викторовны, значит, где будем очень много говорить о тех моментах, и в том числе о инновационных, так скажем, подходах к лечению, профилактике в том числе. И третий круглый стол, это мужское здоровье и демография, где мы уже будем говорить конкретно о причинах смертности, что с этим делать. И мы очень надеемся услышать именно общественников на этом форуме. Мы, в принципе, со всеми уже, как бы, конечно, поговорили, пригласили, и очень надеемся на как раз такой открытый и живой диалог. А есть такие общественники, которые говорят, вот, мужчинам достается больше всех, и давайте их, которые разделяют ваши... Да, конечно. Я считаю, что сейчас... А какие общественные организации, вот, на скидку? Хотя бы одну. Значит, могу не одну сказать. На самом деле, у нас мы активно в этом году стали работать с Лигой отцов. Хотим привлечь внимание именно этого, так скажем, потому что мы же не должны говорить только для населения города Якутска об этом. Мы как раз-таки хотим это транслировать на, так скажем, всю республику, и хотим привлечь внимание именно муниципалитетов к этой проблеме. Потому что там очень много как раз о той причине, да, о которой мы говорили, внешней причины. Зависит, конечно, от того, как... от того подхода, значит, муниципальных органов к созданию тех же там мест занятости, да, там, каких-то культурных мероприятий, тех же площадок для занятия физической активностью и прочее. Значит, также мы работаем с общественными организациями города Якутска. Будут, конечно, они принимать участие. Это и общественные организации, которые направлены на... вот у нас есть трезвые, так скажем, да, направлены на это направление. Именно по, так скажем... Трезвенники трезвенником розни, я бы заметил тут, да? Да, я согласна. Но, тем не менее, я считаю, что вот эти форумы мы как раз-таки организовали для того, чтобы услышать мнение всех. Мы же не можем только смотреть какой-то с одной позиции, с позиции, к примеру, здравоохранения. Нам хотелось бы все-таки услышать мнение со стороны. Здравоохранение. Все-таки в свете вообще последних тенденций я бы назвал это полиция здоровья. Вообще здравоохранение, оно как правоохранитель, оно какие-то охранительные, там, запретительные и так далее, и так далее. Это сугубо мое мнение, опять же. И второе, вот хорошо, что есть все-таки на самом деле функционирующая общественная организация, а не только ради галочки, да, которые... Ну, общественники я вообще разделяю на два типа. Это нормальные общественники и это шизоидные общественники. И шизоидные общественники, которые, там, не знаю, какие-то бредовые идеи, основываясь на каких-то общепринятых фактах и так далее, пытаются толкнуть массы. Я крайне против вот такого вот явления. И любые радикальные проявления, скажем так, я бы вообще пресек. На самом деле мы еще забыли два аспекта, но времени просто не остается, да. Это и... Вот мы говорили спорт и так далее, но все-таки влияние ударных видов спорта, когда по голове бьют, да, молодости, это же тоже без последствий не остается. Я бы не так поставила вопрос, потому что, ну, это такие единичные случаи. Ольга Викторовна, у нас, да, все-таки... И есть еще проблема, так называемая, когда мужчины чаще приступают к закону и оказывается в местах не столь отдаленных. И там, где их настигает и туберкулез, и все на свете, и так далее. И после выхода из пенитенциальных учреждений человек не жилец фактически. Очень мало случаев, когда они нормально проходят реабилитацию, возвращаются в общество. Хорошо, что, еще раз говорю, медицинская общественность ставит такие вопросы. Девятого, десятого, да? Девятого, десятого. У нас мероприятие в первом республиканском форуме, посвященном мужскому здоровью. Увидимся.